Культпоход выходит при поддержке ООС СЗК «Стэн». В Кирове 12 часов и 5 минут. Всем хорошей солнечной пятницы. Начинается программа «Культпоход» в прямом эфире. Радиостанция «Кировград». Приветствуем вас. Приветствует вас ведущая передача Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Сегодня пятница, 14 июля. И вообще напоминаю, ты знаешь, Светлана, сегодня вот думаю, что ж такая жизнь-то какая-то суматошная, с утра сумбурная. Столько дел нужно переделать и еще в течение всего дня успеть. А сейчас смотрю, 14 июля, знаешь, какая дата? День хаоса и беспорядка сегодня. Думаю, вот откуда все это. Из космоса вся эта суматоха идет. Надо как-то успокоиться, да? Вот поэтому и желаю всем хорошей пятницы такой. И благополучного завершения рабочей недели. Вот, кстати, да, по поводу нашей гости ожидали мы, что она у нас сегодня будет непосредственно в студии находиться. Но, увы, возникли тоже непредвиденные дела, поэтому мы будем общаться дистанционно. Ну, надеюсь, что связь... День хаоса в силе. Да, день хаоса в силе. Надеюсь, что связь нас не подведет, да. А говорить мы сегодня будем с очень любопытным человеком и на очень интересную тему. Но, оказывается, весной этого года в нашем городе появился музей, который называется «Кошкин дом на Вятке». Новый частный музей. Да. В общем, всем кошатникам и кошатникам посвящается, да, получается. Основательницу и руководителя музея зовут Елена Ивонина, и чуть позже она выйдет с нами на связь. Как обычно, будут вопросы по теме, видимо, по кошачьей теме, чуть позже, ответив на которые, вы сможете выбрать разнообразные призы. Кроме того, по традиции, уже буду задавать один из вопросов в телеграм-канале радиостанции Кировград. Так что, если вы еще не подписались, то обязательно туда заходите и внимательно следите. В ближайшие минуты все это там появится. Ну, а пока у нас есть время поговорить о текущей жизни городской, да. Я напоминаю, что Светлана Дождевых еще и профессиональный, лицензированный, аттестованный, да, правильно этот термин произносить, экскурсовод. Я думаю, что многие жители города после вот этих проливных дождей, да, нескольких дней непогоды устали сидеть дома. Ну, я имею в виду, в первую очередь, кто там может позволить себе не ходить, да, регулярно на работу. Вот. А тут словно снова солнечные теплые деньки. И в ближайшие дни нам как раз обещают такую хорошую погоду. Я думаю, что у многих желание это уже появилось. Выйти, прогуляться с пользой для себя, для ума, для души. Вот Светлана сейчас в течение ближайших минуток может подсказать, да. Да, конечно. Где можно, что интересного можно увидеть, в том числе с участием, или вернее под руководством, да, Светланы. Да, ну, у меня всегда есть, что анонсировать. В очень многих проектах задействовано и много экскурсий провожу. Вот. Куда очень рекомендую, конечно же, когда солнечная погода и тепло, все рекомендую ботанический сад. Вот. Напоминаю, что в ботаническом саду выложено расписание экскурсий на весь месяц. Вот. Есть уникальные экскурсии, которые сейчас просто бьют все рекорды. Это экскурсия к хищным растениям. Туда надо будет записываться заранее. Но вот на другие экскурсии вход достаточно свободный. И раз в месяц я тоже провожу там экскурсии, посвященные истории ботанического сада. И рассказ... Этот рассказ посвящен основателю ботанического сада, подполковнику Алексею Истомину. И вот такая историческая экскурсия состоится на следующей неделе, в четверг, 20 июля, 18.00. Записываться не нужно. К 18.00 нужно подойти в ботанический сад, на кассе купить билет на экскурсию при входе. И, в общем-то, гулять и узнавать очень много нового. Возрастных ограничений нет. Возрастных ограничений нет. В этой экскурсии... Да, история очень интересная. Поверьте, там многие ходят даже до сих пор и не замечают некоторые интересные вещи, которые там выставлены для всеобщего обозрения. Но как-то открываются они только с моим таким рассказом. Раз нет регистрации, значит, число участников экскурсии не ограничено, получается? Ну, на самом деле, эту экскурсию я вожу уже несколько лет. Поэтому вот традиционно собирается примерно 20-25 человек такого вот ажиотажа, чтобы 100 человек такого не было. Ну, поэтому мы не ограничиваем. Возраст участников самый разнообразный. Ходят с детьми. С детьми, в том числе, можно. Да, но все-таки, конечно, это история. Это не просто рассказ о цветочках. И история часто, ну, такая грустная, да, потому что судьба многих людей, связанных с ботаническим садом, закончилась трагически. Поэтому все-таки, да... В общем, нужно быть готовыми, да, воспринимать такую, в том числе, и серьезную информацию. Да, конечно. Это именно серьезная информация, исторические факты. Ну, и в целом, кто желает узнать вообще судьбу вот этого места, вообще места вот этого квартала в истории города, тоже можно прийти. То есть не только тут история самого сада, но и история вообще нашего города раскрывается через один этот квартал. Вот. Еще хочу рассказать о том, что, ну, выставка, куратором которой я являюсь и автором, это спрятавшаяся церковь в Вятке, которая уже, в общем, работает второй год. Она никак, в общем, интерес к ней никак не пропадает. И сейчас вновь мы переехали, теперь в новом помещении, которым я очень-очень горжусь. С 10 июля спрятавшиеся церкви в Вятке открылись в библиотеке имени Альберта Лиханова. На улице Орловская. Орловская, 17А. Это перекресток Орловской и Казанской. Почему я горжусь очень? Потому что я знаю историю этого дома. Этот дом начала 19 века известен тем, что именно в этом здании в 1837 году Александр Герцен открывал выставку, специально подготовленную для приезда наследника будущего Александра II и поэта Жуковского. То есть в этом здании делал выставку сам Герцен, и причем и там проводил экскурсию для будущего Александра II и для поэта Жуковского. И по сути эта выставка решила его судьбу, потому что потом Жуковский за него поручился, похлопотал, и его перевели в город. И Александр Иванович покинул Вятку. Вятку, да. То есть мне как-то очень, я чувствую эту связь времен, мне очень важно, что наша выставка попала в это прекрасное здание. Поэтому вы можете посещать выставку самостоятельно в любое время часы работы библиотеки, это только будни, с понедельника по пятницу с 10 до 18.00. То есть можно просто прийти и сказать, вот я хочу увидеть выставку. Или можно послушать экскурсию-лекцию, которую я буду ставить, скорее всего, раз в две недели. И ближайшая такая экскурсия, моя кураторская экскурсия по этой выставке состоится 24 июля, это понедельник, в 17.00. Там же в библиотеке имени Лиханова. Там же в библиотеке, там прекрасный зал, где мы выставлены, там прекрасный экран с проектором, стулья, поэтому все будет очень комфортно. Можно будет сидеть, можно будет часть, какую-то дополнительную информацию буду показывать на проекторе. То есть это такая настоящая разговор, лекция об истории нашего города. Ну, несколько слов все-таки, я понимаю, что придется, наверное, напомнить. Само название «говорящее» – «Спрятавшиеся церкви в Вятке» в двух словах. В чем суть, еще раз напомним. Да, и предлагаю уже набирать нашу собеседницу. Вот видите, как я говорила, что пять минут мне не уложиться. Значит, «Спрятавшиеся церкви» – это посвящены зданиям, в которых раньше были церкви, но сейчас они выполняют другие функции. И многие даже не знают, что там была когда-то церковь. Вот такая идея. И еще хочу напомнить, что наша команда, я со своими студентами записала аудиогиды, поэтому даже если вы не попадаете ко мне на экскурсию, пожалуйста, находите «Киров в наушниках». И четыре аудиогида уже запущены. Прямо в поисковике можно набирать, да? «Киров в наушниках». Есть агрегатор, самый популярный, «Изи Тревел». На «Изи Тревеле» вводим «Киров в наушниках» или просто «Город Киров», и вы увидите наши гиды под логотипом «Киров в наушниках». Это качественные, на профессиональном оборудовании записаны в несколько голосов. Пожалуйста, все они бесплатны, скачивайте. И пользуйтесь, пожалуйста. И пользуйтесь. Да. Возрастных ограничений тоже нет. Нет. У спрятавшихся церквей в Вятке. Ну что, переходим давайте к кошачьей теме. Будем сейчас общаться с основательницей музея «Кошкин дом» на Вятке Еленой Ивониной. Находится музей по адресу «Динамовский проезд 4». Очень такое знаковое место, историческая часть нашего города. Елена, вы на связи? Да, конечно. Добрый день. Да, добрый день. Очень рада вас слышать. Сегодня у нас необычный культпоход, когда с гостей мы дистанционно общаемся. Все верно, да? Ничего не наврал. «Динамовский проезд 4». Именно там вы находитесь. Открылся музей всего лишь еще в марте этого года, да? Все верно? Да. День кошек в России, день открытия музея. Замечательно. Что, собственно, давайте начнем с того, что предшествовало открытию. Вы постепенно собирали некую коллекцию. Вы всегда увлекались и всегда любили братьев наших меньших в виде кошек. Я хочу поздороваться со всеми слушателями. Очень рада, что меня пригласили в программу. Да, постепенность эта вылилась в 30 лет медленными шагами. Инициаторами были мои дети, потому что только дети могут, будучи 50 сантиметров роста маленьким, привлекать вот этих неземных существ, кошек. Понятно, мы всех кошек мира не могли живых собрать в квартире, поэтому начали собирать коллекции. Коллекции кошечки со всей страны. От Калининграда до находки. Мы, семья путешественников, мы путешествовали по всей стране. И везде по настоянию папы нашего, чтобы не покупать все подряд, надо было покупать что-то одно. И это одно были, конечно, кошки. Ну, давайте уточним, речь идет не о живых кошках, как может кому-то подуматься. Это скульптура. Это скульптурки, статуэтки, сувениры, всевозможные. Это дерево, глина, это ткань, это валяние. Это все, из чего можно сделать, из любых подручных средств. Даже сейчас есть воздушный пластилин, из всего это делается. Помимо статуэток от малышни, от сантиметра до полутора метров у нас кошки, у нас еще шикарная библиотека. Такой библиотеки, можно смело заявлять, нет ни в одном музее всего мира. Почти две тысячи книг. Это книги только о кошках. С учетом того, что у нас музей, и когда мы принимаем гостей в музей, мы рассказываем, естественно, о всех главных героях в котах, которые были в истории. А в истории мы рождаемся, и сразу у нас в руках книга «Кота в сапогах». Мне кажется, уже весь мир забыл про «Кота в сапогах», и только Россия славит «Кота в сапогах» в мультфильмах, кинофильмах, и, естественно, в книгах. И только у нас можно узнать, что «Кот в сапогах» — это четыре родины у «Кота в сапогах». Это Греция, это Германия, это Италия, и это Франция. Но в нашем сознании только Франция, потому что французская версия была опубликована в Англии, и в итоге вошла в историю мира, планеты. Кот шествует именно Шарля Перо по планете. «Алиса в стране чудес» — чудеснейшая книга. По всему музею Чеширский коты вам улыбаются. А в библиотеке вас встречают несколько изданий Чеширского «Алиса в стране чудес». И мой любимый вопрос всегда — как же называлась первая книга, первый выпуск «Алиса в стране чудес»? И никто не знает ответ, потому что ответ Соня в «Царстве дива». Прототип «Алисы» — это девочка Соня. Но потом автор возвращается к современному уже принятому в нашем сознании названию «Алиса в стране чудес». Причина известна. Это только автор много версий в литературе, но я не буду сегодня их озвучивать. Поэтому это действительно экскурсия по музею — это путешествие по планете, по планете кошек, потому что все материки представлены, кроме снежных. К сожалению, мы не были пока еще на снежных материках. В Антарктиде, да? Да-да-да, мы там не были пока. Как будем, так обязательно и будет у нас оттуда код. Сейчас у нас ориентир в музее, так как площадь позволяет, мы хотим сделать ориентир на код в народных промыслах. Естественно, мы начали с Вятских народных промыслах. У нас представлена Кострома, у нас представлена Самара. Не буду дальше продолжать. Великолепная, шикарная линия Гжели. Любимый вопрос всегда задаю про Гжель. Все мы окружены этой красотой. А где же Гжель производят? Подмосковье. Да-да, это Раменский куст, это был от Москвы до Казани. Но сегодня это Раменский район, Московская область. Мы всегда проезжаем и видим огромную вывеску Гжели. Мы всегда останавливаемся, поэтому у нас столько вот этих вот прекрасных гжелистских котов, которые пересекаются с котами нидерландскими, но наши красивые, наши шикарные, наши пушистые. Слушайте, а котики в дымковском стиле? Это особая песня. Вообще, котики-вятки – это песня нашей мастерицы в Гжели. Наш хозяин музея кот, мы ее называем правильно, это гипсовая фигура мастеров дымковской слободы, середина 19 века. Скульптура 75 сантиметров, кот-сапога, не была подвержена даже ни единому Москву-реставратору. Она вот как была создана так, и у нас стоит в витрине и приветствует гостей. Нам за эту скульптуру предлагали продать один из заграничных музеев, но мы не продали ни за какие деньги. Поэтому этот музей с нами не общается, обиделся до сих пор, но думаю, мы вернем нашу дружбу и любовь. Как этот экземпляр вам-то достался? Как вам-то он к вам попал? Ну, вы знаете, кто, друзья, коллекционеров и музейщиков, это все магазины ломбарда, антиквариаты. Вот мы приобрели у нас в магазине на улице Ленина в ломбарде. Потому что сразу нам позвонили и сказали, что такой кот должен остаться на родине, купите его, пожалуйста, что в последующем. Все равно знают ребята, продавцы, что я мечтала открыть музей. И поэтому, конечно, этот кот остался у нас в городе, остался у нас в стране и действительно восхищает. Он у нас прям приветственный такой стоит в начале. Много очень кжели-мастериц наших. Это песня, это сказка, коты в дымке. Это просто радуга. Я так понимаю, все владельцы лавок старинных вещей в Кирове предупреждены. Если у вас что-то там появится с намеком на котов и кошек, вы обязательно звоните в музей Кошкин. Кошкин дом. Все, конечно, знают. Знают от Москвы до самых окраин звонят. За границей знают, вся Европа знает. Да, вот Елена, у меня как раз вопрос в связи с этим. С какими музеями вы дружите? Вы сказали уже, да, тот, который на вас обиделся. А с какими музеями дружите? Есть ли похожие музеи в других городах? Москва, Ленинградская область. Есть музеи, да. Музеи, которые прям музеи как музеи. Это Калининградская область, Ленинград с дружим. И Всеволож, Ленинградская область. Маленькие музеи, но они, это больше коллекции, которые можно посетить. Они есть в каждом городе. Мы дружим. Это, как правило, открывают художники почему-то. Вот. И мы с ними со всеми дружим. Но это, повторяюсь, это частные такие в квартире находящиеся, либо в художественных мастерских, где можно, исходя из дружеских отношений, посетить. А известные два музея, мы с ними дружим. Я вам даже скажу, так скажем, хвастаясь во весь эфир, неважно, что мы открыли с 1 марта 2023 года, мы не уступаем этим музеям ничем. Конечно, потому что такое вдохновение. У нас город Киров, как говорят мои дочери, надо переименовать в Кашкоград. Настолько любителей кошек. Я не против. Статуэток именно истории кошек. Все-таки, наверное, с Турцией и Стамбулом нам будет сложно соперничать. Вот где уж точно Кашкоград, так это город Стамбул. Ничего. Через тот возраст, в котором они сейчас находятся, я надеюсь, мы их обгоним и перегоним, как нам свойственно русским говорить. А сколько сейчас в коллекции у вас насчитывается статуэток кошек? Значит, статуэток это больше пяти тысяч. Открыток почти тысяча, две тысячи книг. Монеты, ну, монет не так много, это их около сотни. Вот такая вот коллекция. Есть еще страны, в которых есть монеты с изображением кошек. Это, наверное, да. Видимо, подарочные какие-то или что? Коллекционные? Это подарочные, а Россия, это Центральный банк Российской Федерации. Такие коллекционные с котами мы покупаем. А, то есть коллекция постоянно пополняется, да, у вас? Не стоите на месте? Постоянно, да, потому что за столько лет мы же дружим с мастерами, все ручная работа. У нас вообще, конечно, Россия, как мне говорят мои друзья иностранцы, вы уже рождаетесь богатыми и сами того не зная. Потому что то, что творят и вытворяют наши мастера своими руками, реализуя свою фантазию в кошках, это не видно предела этой фантазии, не видно конца этой сказки. И, конечно, мы это приобретаем. Мы на связи со всеми мастерами, чьи работы представлены в музее. И мастера стремятся работать с музеями, потому что эти работы видят дети, видят взрослые и ими восхищаются. Не потому что даже мы произносим фамилию мастера, а потому что видят работу мастера. И мы, конечно, сотрудничаем. С материальной точки зрения в экспозиции что самое дорогое? Не знаю, вот хотелось бы, чтобы, возможно, вы нас удивите цифрой, да, которую заплатили за конкретный экземпляр. Знаете, что самое главное для меня сейчас? Коллекция – это коллекция, а вот музей – это две разные вещи. Я когда открыла, мы когда открыли музей «Семью», мы поняли, что то, что стоило дорого, и зачем мы гонялись за экспонатами 18 века, самый у нас там старший, по ценнику, это меркнет, потому что дети реагируют на другое. Дети реагируют на теплых котов, на ярких котов, на которых можно обнять. Вот эти у нас есть статуэтки, которые можно взять в руки, с которыми фотографировать. И когда ты видишь ребенка улыбающегося, и когда тебе говорят, что как клево, что вы открыли такой музей, как классно, или когда видят там печаль в моих глазах, что, блин, скоро все закрою, они говорят, не имейте морального оправа, вот это дорого вас стоит, это бесценно. И поэтому печаль мне не будет свойственна. А цифры не буду удивлять, это ни к чему. Ни к чему. Ну, мы понимаем, да, тут хозяйственные вопросы, они зачастую очень серьезные, и много приходится, да, решать в связи с этим. Что касается планов, Елена, в ближайшее время, может быть, вы какую-то новую разновидность, не знаю, новое направление найдете? Какие-то новые форматы экскурсий, да, мастер-классов, которые можно будет посетить. В планах у нас с 1 октября начать, будет музей работать только с одним выходным в понедельник, и до 20.00, потому что будут работать кружки. Уже некий план у нас появился, перечень кружков, и если написано лоскутный кот, значит, будет кружок, будут шить огромного лоскутного кота. Если глиняный, то глиняный. Мы будем заниматься режиссурой, мы будем шить костюмы котов, чтобы потом выйти уже на наш городской праздник, который проходит в июне, в наших костюмах кошачьих. Это вот то, что, скажем, такие планы, планы сделать кофе-зону. Это вот буквально в июле реализуется. Сделать локации, деревня. Сейчас мы делаем бабушкину комнату 60-х годов, где коты. У нас есть коты, которых видят наши гости и думают, что это живые. А это вот такие вот куклы-коты. Они как живые, реально. Максимально приближенные. А живой кот в музее? У нас есть живые коты. Сейчас мы на некоторое время ремонта. Они живут у меня в квартире. Но в октябре коты будут возвращены в музей и будут жить, и будут встречать гостей. Даже против их воли. Все равно верно. Нет, нет, они именно музейные коты. Вот видно, они на руке. Как в Эрмитаже. Да, да, да. У нас, правда, нет мышей, и они появятся лишь ради детей, но они у нас есть и будут дальше радовать наших. Да, в том числе вы держите связь со своими почитателями через группу ВКонтакте, да? Все верно. Вы там тоже конкурсы проводите, да? У нас конкурсы, значит, 1 марта, день российского кота, объявляем фотоконкурс питомцев. И мы, вот это, конечно, только объявили, первый конкурс, обкатываем номинации. И у нас, в принципе, ни один участник не должен уйти без награды. И 8 августа, Международный день кошек, будет объявлен второй конкурс. Это уже будут рисунки, поделки и так далее. Мы сейчас восстановили связь с наследником Юрия Алексеевича Васнецова. И очень стремимся к тому, чтобы проводить Васнецовский конкурс. Вот что у нас в будущем еще нас ждет. Так, Васнецовский. Именно конкурс акварели. Юрий Васнецов, детский иллюстратор, автор самых известных. Я просто пытаюсь понять, что за творчество, разновидность. Это известные сказки. Кошкин дом, мультик достаточно вспомнить. Кошкин дом, иллюстратор, много очень иллюстрированных. Мало уделяется у нас внимания творчеству Юрия Алексеевича Васнецова. Мы надеемся восполнить этот пробел в нашем музее. Потому что кошки, у него герои, его иллюстрации, сказок, в основном были тоже кошки. И там рядом как раз его родной дом, в котором он родился, находится. Да, находится рядом с вами. Елена, у нас буквально минута остается данный разговор. Спасибо за эту удивительную информацию, бодоражащую. Я думаю, что привлекло внимание это многих наших слушателей. Еще раз напоминаем, Динамовский проезд 4. По какому графику работает музей? Мы работаем с 10 сейчас до 18, но золотое правило. Если гости или жители города и области просят в определенное время, выходной день или вечером, мы проводим экскурсию. Потому что если желают попасть в наш музей, в нашу планету кошек, они попадают. То есть по договоренности. Идете на встречу. Звонят, и мы открываем. Конечно, приезжали сейчас в Питер. Вот у нас за эту неделю были Нижний Новгород, Петербург каждый день был, Москва, Мурманск. Как было не открывать музей выходной, когда люди проездом звонят. И мы просто распахивали. Двери с огромной радостью. Здорово, да, здорово. Спасибо большое за эту информацию. Спасибо, мы сейчас уйдем на рекламу. А дальше уже без Елены будем задавать вопросы, связанные с кошками и с музеем. Спасибо большое. Сейчас реклама. Скоро начнем задавать вопросы и разыгрывать призы. Так, быстренько нам нужно огласить список призов, которые мы сегодня разыгрываем. И затем уже начнем задавать вопросы и общаться с нашими слушателями. Светлана, да. Итак, наши призы. Пригласительные на любой фильм из Янсу кинотеатры «Смена и дружба». Пригласительный авиатский художественный музей на выставку «Новая степь» за Рикто Доржиева. Ограничение 6+. А также на выставку «Виктор Воснецов. Точка притяжения А. Ограничение 0+. Разыгрываем книги от магазина «Читай город». Полина Санаева «Черная водолазка. 16+. Кай Майер. Аромат книг. 12+. Ирина Дегтярева «Степной ветер. Ограничение 12+. Хелена Турсен. Фрёкин мод. Задумала что-то недоброе. 18+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговых центрах «Театро», «Крым», в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль». Также у нас есть пригласительные билеты в Вятский палеонтологический музей. И подарок от нашей гости, автора музея «Кошкин дом» Елены Ивониной. Это пригласительные билеты, соответственно, в музей «Кошкин дом». В музей «Кошкин дом» на Вятке, да. Между тем, я уже на нашем телеграм-канале запустил один из вопросов. Вопрос сегодня не на точный ответ. Я Светлану просто в известность ещё не поставил. Сейчас у нас человек в эфире должен будет спеть. Вспомнить слова из песни. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день, Светлана. Светлана, очень приятно. Сейчас вот я могу уже во всеуслышание объявить это задание. Дозвонитесь к нам в прямой эфир и спойте припев известной песни группы «Браво, чёрный кот». Ну, все, наверное, помнят-то, да? Помните? Какой выдумщик. Вот если сейчас Светлана нам исполнит, без запиночки припев, то вы получите в качестве приза билет в кинотеатр «Смена». Вот соответствующая фотография этих билетов у нас есть в телеграм-канале. Давайте слушаем. Внимание. Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт. А пока наоборот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Только чёрному коту и не везёт. Всё. Не везёт. Не везёт. Так и хочется продолжить, да, ещё там с припеву, то есть с куплета с первого начальника. Прекрасно. Отлично. Ну, задание было, да, в припеве оно заключалось. Всё, без всяких вопросов вы эти билеты получаете. Безусловно, спасибо за то, что такую музыкальную нотку внесли в наш сегодняшний эфир. Не кладите, пожалуйста, трубку. Нашему редактору вас передадим. Ещё есть пять минут. Ну и время вопросов. У нас особенность заключается сегодня в том, что ответы на них уже... Звучали в первой части нашей программы, поэтому вопросы, по сути, на внимательность. Да, то есть рассказ Елены Ивониной, вот ответы на эти вопросы, они там прям вот были включены. Итак. И первый вопрос. Мы говорили о родине знаменитого кота в сапогах. Вот. И кто запомнил, откуда к нам пришёл этот герой, кот в сапогах? Звоните 211-101, банальный, детский, наверное, да, наипростейший вопрос. Но Елена нам рассказала, что не так всё просто. Не так всё просто. Что сразу четыре страны можно назвать родиной кота в сапогах. Не так всё однозначно, да. Но если вы сейчас дозвоните... Одну из четырёх стран. Ну, конкретного автора назовёте, да, конкретного писателя, то мы засчитаем этот ответ за правильный. Ну, а призов у нас ещё очень много. Принимайте звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Слышали ли вы вопрос? Родина, кота в сапогах. Кота в сапогах. Да. И? Сан-Викардо. Ещё раз. Срана. Сан-Викардо. А страна? Ну, кот в сапогах. Это персонаж... Французский. Французский, ну вот правильно, да. Вы уже, можно сказать, ответили. Ну, а писателя-то как звали? Шарль Перо. Шарль Перо, конечно. Мы что-то немножко растерялись. Всё верно. Просто в нашей беседе с Еленой Явониной, основательницей Кошкиной Думы на Вятке, мы услышали... Вот она утверждает, что нельзя к конкретной стране, да, кота в сапогах привязывать и Грецию, и Италию, и Германию, и Францию, можно считать его родиной. Ну, вот так сошлось, что якобы Шарль Перо, он был первым, кто... Так часто бывает с народными какими-то сказками, сказами, которые издаются в разных странах. В общем, страну Франции вы озвучили, и мы засчитываем это за правильный ответ. Что бы вы хотели получить? Подарок хочу в музей Кошкин Дом. Вот, я же говорю, заинтересовались сегодня наши слушатели. Не кладите, пожалуйста, трубку. А вы, кстати, впервые сегодня узнали о существовании такого музея в нашем городе? Или знали? Да, да. Впервые. Вот. Неси свет и радость людям, что называется. Не кладите, пожалуйста, трубку, передадим вас нашему редактору. Следующий вопрос. И второй вопрос. Следующий вопрос, да. Может быть, вот у нас третий, он попроще? Может, с него начнем? Давайте, вдруг не успеем. Вернее, им продолжим, да. Да, чтобы не возникла дискуссия по поводу второго, перейдем к вопросу, который у нас был третьим. Родина промысла к Жель. Да, почему мы такой вопрос задаем? Потому что Елена Ивановна в том числе рассказывала и о статуэтках котов и кошек, выполненных именно вот в этом стиле, стиле к Жели. Родина, дозвонитесь и ответьте на этот вопрос. Потому что очень часто, да, это самый такой популярный промысел. Мы его видим, знаменитые бело-голубые изделия. Видим практически в каждом магазине, откуда же они к нам приезжают. В общем, не потребовалось даже напоминать номер нашего телефона. 211-101, уже у нас есть слушатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Наташа. Наталья, наша постоянная слушательница. Мы вас узнали по голосу, да. Сегодня как-то робко. Вот. Откуда пришел к нам промысел? Из Подмосковья. Подмосковья. И, может быть, даже район назовете Подмосковья. Раменская, по-моему. Раменская, да. Раменский район, да. Светлана могла бы дополнить, да? Есть у нас времечко, чтобы успеть дополнить немножко? Да, конечно. Ну, хотела сказать, что это целая такая череда деревень под названием Жель. То есть Жель название объединяет сразу несколько деревень. А что само слово Жель значит? Я вот сейчас задумался и не могу найти ответ в своей голове на этот вопрос. Возможно, да, от слова «жечь», кстати. Да. То есть обжиг, да? Да. Вот, потому что это было место, место рождения очень качественной белой глины, из которой появился впоследствии первый русский фарфор. То есть туда приехал химик еще в XIX веке проверять качество глин. И именно здесь... Пригодна ли она, да, для собственности этого промысла? Да, именно здесь находится месторождение прям потрясающей белой качественной глины, из которой, собственно, делают и промысел «Гжель», и будущий русский фарфор. Наталья, мы вас поздравляем, не будем больше задерживать. Что хотите получить в качестве приза? А музея больше нет, да? А вот мы не знаем ответа на этот вопрос. Его знает точно наш редактор. Давайте, не кладите, пожалуйста, трубку, мы вас передадим. Возможно, у нас есть шанс не только одному из наших слушателей сегодня попасть в музей кошек, но еще и у второго слушателя, вернее, у слушательницы. Смотрю на часы, времени не остается уже нам на то, чтобы мы могли задать еще один вопрос. Ну, вот на этом будем сворачивать сегодняшнюю программу «Культпоход». Вот чувствую, что мы сегодня действительно доставили удовольствие многим. Интересно было, да, услышать о таком замечательном частном музее, как Кошкин дом на Вятке. Захотелось сходить? Да, конечно. Я видела вход в этот музей. То есть могу даже сказать, что это Динамовский проезд, все-таки 4, это большое здание, и чтобы не потеряться, вход со стороны женского монастыря. То есть с торца здания я видела, да, и вывеску, и здание, и вход, и рада, что, в общем, теперь знаешь, что туда точно стоит зайти. На этом завершаемся сегодняшнюю программу «Культпоход». Светлана Дождевых, Владимир Сметанин. Всем еще раз хорошей пятницы. До свидания.